ДИЧАЙШИЕ МОРОЗОБОЙНЫЙ И если я все-таки отрезал ветки, то оставлял 10-20-30 сантиметров пенечки. Это святое. Это промежуточный вариант, потому что настоящий вариант не трогать. И не бояться не будет, если не калечить почву, если не перекапывать ее. Если не убирать листья. Никакое это не одичание. Я все смеялся. Ну почему дети их не заставляют убирать листья в тайге этим же самым листикам? А здесь дурдом заставляют. Ну и так далее, и так далее. Я не знаю, чем закончить эту исповедь. Исполнилось 72 года. Исполнили 6 12-летних астрологических циклов. Каждый раз, когда очередные 12 лет, что-то случалось в моей жизни. Этот период должен был обезвиваться диким, невероятным триумфом. Нет триумфа, нету. Сижу один тут. Вот весь триумф. Разъехались гости, кто приезжал на день рождения. Снова тихо. Никому ничего не надо. Вот. Наверное, я буду заканчивать разговор. Он получился грустный. А как можно грустить среди такого сада, друзья? Так, ну-ка. Моргает зарядка. Оно моргает, но не отключилось. Но не отключилось. Сейчас там, куда я пойду, я сюда иду. У меня получится... Ну, сюда вы не смотрите, начинают сыпаться груши. Начинают только. Сейчас хоть дождь на секунду остановился. Может, я успею пройтись. Вот. Вот когда вот такое освещенное небо, все такой красоты необыкновенной. Груши, на каждой из которых в этом году на этой те же 40 йодер будет, на этой поменьше 20. На нарядные Фимова. Вот. Я уже рассказывал. Это самое настоящее... Повторяется так, боюсь уже. Вот. Снова груши. Абрикос, который чуть позже. Вот. Слава... То есть этот... Вечеринский уже обобрали. Академик. Пока вот так выглядит. С него тоже много собрали. В это сложно поверить, что это жалкие остатки из того, что было. Вот. Переделанный мной вишни. Теперь это дюки. Черный абрикос. Тут все, кто приезжает, проходит, вернее, каждый наклоняется, показывая вам остатки черного абрикоса. Вот он. Он покраснел, но это виноват подвой. Он переделал его эту... Переделал его цвет плодов. Вот. Амур. Сколько не собирает, все сыпется, сыпется. Вот. Вот здесь вот кости собрали. Я с этим целителем Новосибирска. Решили, что он будет много-много есть этих самых костыщек. Разбивать их есть мякоть. Вот здесь они собирали. Вот здесь вот, видите. А все собрать не смогли. Вот. И пройтись там, где мы обычно не ходим, потому что на телевидении в одном месте снимали, для учебных фильмов в другом. Вот. Вот. У него столько дней лежат, собрать некому. Где есть кому? Вот здесь собирали уже трижды. Вы думаете, что тут много деревьев? Нет, одно. Ну, какое? Вот на нем висел ведерк под 25. Это молодое дерево. Это я уже показывал, неудобно даже. При телевидении 14 ведер собрали. Вот. Сейчас они сыпятся снова. Еще соберем. Еще немного посыпется, будет еще 14. Ну, а на дереве останется еще ведер 10. Ну, 40-то я гарантирую. 40 ведер будет. Вот. потому что мы еще снимали. Дальше боюсь идти. Мне так неприятно топтать эти плоды. Вот. и здесь снимали, и здесь снимали. Ну, смотрите внимательно. То, что вы видите, этого не может быть. Здесь столько уже собрано было. А на самом деле после каждого сбора казалось, что на деревьях их еще больше. Такое впечатление. Сюда смотрим. Сюда. 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 Амуры мы уже собирали. Вот они, амуры. Снова насыпалось. Вот уже вам... А, и все. Мне сказали, что еще одно дерево сломалось. Вот оно. Этого еще не было, не видел. В телевидении, когда мы ходили, тут этого не было. Значит, урожай не выдержал вот позже. Вот такая картина. Вот ветка сломана. Ну, таких веток уже десяток сломал, а вот таких мощных пять или шесть. И три дерева рухнули полностью. Вы попробуйте не рухнуть. Я туда уже не пойду. Я просто покажу вот так. Вот. Видите? Надо будет закончить съемку и вот это сфотографировать. Вот. Дальше я боюсь смотреть. Это еще не все. Вообще там вдоль забора абрикоса. Вот. Ладно, попробую. Потопчу много, жалко. Видите? На одних деревьях такие, а на других вот такие. Вот они размеры этого чудовищного урожая. Чудовищного. вот. Еще там. На том последнем участке. Но там я предыдущий фильм показывал. Вот. И тут. И там. и тут. А теперь я раз не остановилась запись, мое откровение заключается в следующем. Я прикинул здесь не меньше. то есть держите за стулья. Взялись? Сидите. Хорошо? Крепко? Я собираюсь собрать не меньше двухсот тысяч косточек. Зачем так много? Я продать не смогу. Даже близко. Даже десять процентов не смогу продать. Я жду. Я жду, когда однажды, как к Мичурину, придут, хлопнут перед ним большой, толстой пачкой денег. Сказал, продолжайте. Продолжай уважаемый учитель, продолжай уважаемый человек эту работу. Вот тебе деньги. Вот тебе помощь от науки. Пусть делают то, что обязаны делать. Наблюдать, фиксировать, делать выводы. Вот. Я вот зря там не пошел. Это еще вот имею ли я право на такое внимание. И вот полежат три года. Три года они точно не портятся по моей методике. Но, может быть, и больше, но не пробовал. Полежат они так. И через три года я их выброшу. Вот. Я много дарю. Тут меня не отнимешь. Кто заказывал, ну, хоть один скажите, что я мне дарил эти самые косточки. Вот. Господи, какое богатство пропадает, а? Какое богатство. В этом году все мелкое из-за дикого слышать вырожая. Вот. Ну, что, выбираемся отсюда. Даже я могу заблудиться. Ой, уже прям под ногами скользко от них. Думаю, я еще показал. Мне больше нравится вот это вот дерево, которое я называю химерой. Вот это вот. Господи, приходится давить. Вот тут мы не были. Приходится давить. Божики, что творится? А ведь мы уже тут собирали несколько раз. Еще одно дерево, кажется, упало, или так наклонилось. Упало вот это, пришлось отпилить. Вот тут огромный был урожай, бесподобный. А вот это выжило, потому что это подвой. Ветка подвоя стала самостоятельной веткой, когда и вот такие дает. Это манчжурский абрикос. Сын манчжурца. Вот. А настоящую химеру. Хотите? Вот она. Я еще показывал, но я горжусь тем, что как все мне неправильно. вот фаина. Она мертва. Вот ветка вылезла из-под земли. Видели? Я ничего не подумал. Вот она из-под земли вылезла. Вот. Это уже не фаина. Это уже подвой. Этот подвой облагородился так, что сейчас еще раз покажу его. Тут уже собрано несколько ведер. Вот тут жиденько осталось. Вот видите? Где бы вам показать-то? Ну ладно, вот она веточка, вот она веточка. Вот. Это химера. То есть это не фаина и не подвой, а то, что я называю среднеарихметическое. химера. есть химера это то, что на границе и там на этой границе гены и подвой и полевой перепутаны. Химера не должна жить. Она должна быстро умереть. А это дерево умирать не собирается. Видите? Вот. Но перед нами плоды облагороженные. И косточки в них. Я надеюсь тоже облагороженные. Вот сейчас ближе подойду. Вот эту пересорву. Твердая жалко. Ух ты! Твердая! Не разломить! Вот она. Ну, красота. Соке компота варенья необыкновенная. А это что тут? Груши. Нет, я зря сказал, что всего 20 ветер будет. ветер 30. Итак, обход закончен. Каким-то чудом не отключился этот самый. Вот. Я же мне же могли не поверить. Я тогда показывал коробку с черешей, угощал телевидение, потом водил сюда. Но не попала в этот съемку. скорее срочно показать настоящую живую черешню. В Сибири невероятно. И не в черемышках теплых. А здесь сейчас, сейчас, сейчас. О, успел. Вот они плоды настоящие. Сейчас поищем где погуще. черешня. Вот. Вот. А вот. Вы что скажете, что это вишня? Вот она настоящая черешня. Специалисты скажут, нет. Железо родом с Украиной. Вот. Он ошибаться не может. Ну, висе смотрите. Черешня, правда, в этом году из-за того, что дичайший в мире засух в той стране она и черешня помельче. Вот. И листья помельче. Но это чистая черешня. Вот. Видите? Вот она, вот она, вот она. Вот она. Давайте на ней напишем. Видите? Без обмана. Вот это называется брянская розовая. Ну-ка, посмотрели. Вот она. Ну, она на самом деле уже не розовая. Первый рожай была розовая. Докончил съемки. Хоть уже объелся ее, все равно еще. Нет, пусть висит. Птицы, которые жрали, 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 так и вишни, и черешни. У меня вишни столько слопали, что я боялся у меня на куски не останется. Толпа этих. И вдруг до сих пор или не заметили, не нашли. Вот эта черешня, вот она, видите, пусть реденько осталась. Но все-таки оставили до съемок. Я им очень благодарен за это. Вот. Ну, а дальше что.